Воды нет, давайте нам делайте воду. Я одна здесь в деревне, никого нет, я одна в деревне здесь, неоткуда воду взять даже. Зимой снег тает, неужели я за это заработала? Все было, все убрали, все. Никто не ремонтировал, ничего не делал, и воду перестал вода бежать. Никто не как. Никто не помнить должны. Вы, бедные старые олухи, мозолите людям глаза. Вы пахните, скрипите вы, походите на образа. Как женщины, ставшие малыми, как высохшие старики, торчите дома пьедесталами, с которых давно уж сошли. Есть разница между оставленным и между потерянным вдруг. Одно остается нам памятным, второе, как детский испуг. Сегодня любовь не в почете, сегодня отечества нет, а вы все никак не уйдете, гниете 400 лет. Фундаментом держите прошлое, грузилом седого свинца, а мы говорим что-то пошлое, смахнув паутину с лица. Мы видим здесь результат 20-летних рывков, толчков и прорывов. Все растащили, все уничтожили, все разворовали. Граждане России сделали свой выбор. Дорогие друзья, я уезжаю на родину. Куда? В США. Замечательная идея. Прежде чем вы посмотрите этот мой небольшой фильм, я хотел бы вас заранее предупредить и сказать вам о том, что все, что вы увидите в этом ролике, это все декорации. Декорации, выставленные заранее. Все люди, которых вы здесь увидите, актеры, заранее заготовленными текстами. Хотел бы выразить слова благодарности департаменту за подаренную мне возможность организовать все это. Спасибо вам, друзья, за вашу поддержку, поддержку канала. Без вас бы я не смог выстроить эти все декорации и нанять всех этих актеров. Спасибо вам, друзья. Я отправляюсь в свою родную деревню, где не был почти 25 лет. Для меня это очень трепетное событие, и я понимаю, что когда окажусь там, я буду испытывать сильнейшее чувство ностальгии. Еще бы, ведь я провел там свои лучшие дни, месяца, летние. Я помню эти года, 1994-1995 год, и уже тогда эта деревня начала вымирать. Я помню поля, усеянные комбайнами, которые ржавели и гнили под палящим солнцем, и никому они не были нужны. Но как там обстоят дела сегодня? Я решил об этом узнать. Дорогие друзья, я иду по следам рывков. Толчков и прорывов. И я наткнулся на очередной толчок или рывок, не знаю, как это назвать. Фермы или что-то. Я помню 20 лет назад, когда я здесь проезжал, здесь еще все функционировало. Это так и было. И работало. Но спустя 20 лет прорывов мы видим результат. Постараемся зайти внутрь и посмотреть, как там обстоят дела, как работают люди, как кипит работа, жизнь. Люди! Вы здесь? Есть кто-нибудь? Мужики! Пожалуйста, подайте голос. Это толчок, причем такой серьезный толчок. Очень сильный, просто скачок. Ничего не осталось. Остались только резиновые сапоги от работников. Никогда такого в России не было. И не будет никогда. Земляника в лесу. Это вам не из пятерочки всякое дерьмо кушать. Сейчас мы подходим к месту, на котором мне очень тяжело находиться. Потому как на этом самом месте нашли тело моего отца. Он умер здесь, не дойдя до дома. И самое ужасное в этой истории, и от чего мне так тяжело, это от того, что мне местные сторожилы как-то поведали, что когда тело моего отца нашли полицейские, и они между собой переговаривались. Там был свидетель на месте происшествия. Полицейские между собой переговаривались, и один другому говорит, А давай его перенесем обратно через мост. Там уже не наша территория. Ну, мы не будем с этим разбираться, и все. Одна половина моста рухнула. Остальной части моста тоже недолго осталось, по идее. И когда это все рухнет, до нашей деревни из Костромы уже будет, наверное, не добраться. Только в объезд через Иваново. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Даже досюда дошла эта поганая, вонючая пропаганда. Смотрите. Я сейчас постараюсь найти местных жителей, пообщаться с ними на эту как раз тему. Если, конечно, я найду людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Назовите себя, и тогда вас камера возьмет. Нина. Вы давно здесь живете? Да. Сколько лет? 60 лет. Можете что-то рассказать о вашей деревне? Раньше хорошая была деревня. Почему раньше хорошая? Село большое сейчас. Вон, пустые все дома. Люди уезжают? Уезжаю, уехали. А там у вас какие-то развалины стоят? Цеха или что у вас там было? Мастерская. Мастерская? Да. Гараж. Все, теперь ничего нет. А куда все делось? Так ликвидировали совхоз. Раньше здесь ремонтировали сельхозтехнику, которая обрабатывала поля, земли, давала людям еду и все прочее. Сейчас это все ушло в небытие. Так, я хожу уже полчаса, даже захожу в дома, в квартиры, но людей, людей пока не вижу никого. Не знаю, куда все делись. Будем искать. Вот двухэтажные дома, пожалуйста, многоквартирные, тоже все заброшенные. Не знаю даже, что с ними стало, либо все уехали, или выселили всех. Так, вот идет местный житель, постараемся у него хотя бы спросить. Сколько лет живете? С рождения. А сколько вам? 46. А где работаете? А где здесь работа, да вот скажите мне, где здесь работа. Россия заинтересована в притоке мигрантов. Вот, что, кому-то что-то, могу, вот так вот. Случайными заработками? Да. А раньше была работа? Раньше была работа, на ферме работали. Натовские войска не пощадили никого. Помните что-нибудь из тех лет, когда здесь что-то работало, как-то деревня процветала? Как же я не помню. Можете что-то рассказать? Вы здесь работали? Работал даже. А кем работали? На ферме, пас, скотина, зимой скотни было. Все времело, все шумело, семинарников было. Как в то время тяжело жилось? Легче, чем сейчас. Пускай лучше за собой посмотрим. Это же, это та самая телега, на которой больше 20 лет назад катал меня мой брат. Как у вас голосование проходило за поправки? Не знаю, кто-то ходил, кто-то не пошел. Вы голосовали? Голосовали. Как голосовали, за или против? За, проголосовал. Почему? Не знаю, так понравилось. Вам понравилось, что с нашей деревней стало? Да. Настоящие патриоты России в самом лучшем смысле этого слова. Друзья, понимаю, здесь без аминозина не обойтись вообще никак. В Костромских аптеках я его не нашел. Здравствуйте, аминозин есть? Аминозин. Аминозина нет. Когда аскорбиновую кислоту, валерьянка больше не помогает, а аминозина нет. Вы сейчас восьмерки видели? Все разбомблены. Вы видели все полностью. Это дома-то вот те? Да, да. Мы когда поженились, нам пришлось еще жить с родителями, чтобы нам дали квартиру. А вначале, еще до того, как мы приехали 30 лет назад, эти дома построили, трехкомнатные квартиры, и в каждой комнате жили по семье. Представьте, столько народу было сейчас. И куда все делать? Все разъехались, стали меньше рожать. Молодец стал уезжать в город. А как голосование у вас проходило? Вы голосовали вообще? Да, я даже была наблюдателем. Все голосовали за? Нет. У нас, кстати, даже по стране отрыв большой, 130 за, 70 против. Ну, это вот как раз связано с ситуацией. Дороги нет, газ не строят, интернета нет, связь ужасная. В общем, вот. Так и будет дальше, без всякого сомнения. Здесь даже нет сомнений. Как здесь раньше было? Ну, совсем не так, как сейчас. Народу нет, работы нет, ничего нет. А куда все делось? Куда? Надо новую власть спросить, куда она все делала. Все, что было, фермы было, все нарушили. Было 9 свинарников только было под корму свинарников. Пускай займутся делом, там поговоряются. В каждой деревне ферма была, молока было, народу было сколько, везде все трудились. А что надо сделать, чтобы снова все возродить, чтобы... Или это уже все невозможно? Наверное, поля-то все заросли лесом уже. У нас Путин говорит, что... Чего? Времени на раскачку нет. А чего раскачаться? Ни одной фермы нет, ничего нет. Скачать не получилось. Ничего. С чего начинать-то? Он говорит, прорывы, толчки скоро начнутся. Какие? А кто работать-то будет? Я здесь всю жизнь отработал в совхозе, в кузнице. Вы как считаете, Путин вообще может сделать так, чтобы наконец деревни стали как-то лучше жить, производство какое-то наладилось? Ничего не сделают уже. Газ в 2007 году хотели подвезти. Вот сейчас проедете. Вот восьмерка стоит рядом. Это разбирают уже, да, Володь? Это все разбирают. Разбирают среднюю? Да. Уже разбирают, клуб разобрали. Все разобрали. Детсад разобрали, двухэтажный был замечательный. У меня дети там выросли. Все каменного было. Сколько народу было. Все работали, квартир не хватало. А сейчас, пожалуйста, вон они никому не нужны. Разбирают. В свое время надо было провести сюда газ. И все бы жили здесь. Дорогу, в первую очередь. И дорогу, да. А как голосовали за поправки в Конституцию? За или против? Я игнорировал это голосование. Это фарс, а не голосование. Я тоже. С работы еду. Шатерчик стоит, две бабы тут. У вас здесь, что ли, где? Нет, в Кинишме. Я говорю, в Кинишме тоже на выходные сюда приехал. У меня тут пчелы. На другой день еду, в другом месте стоят. Где-то у помойки голосуют. Ну и что? Там это не голосование, это фарс. Все по телевизору говорят. Галий, малыш, мы что этого не видим, что ли? По телевизору все хорошо, а на жизни все плохо. Это ребенок 5-годовалый, ему сказку расскажешь, а мы тоже видели жизнь. Как голосовали за поправки в Конституцию? За или против? За. За? Да. Почему? А что там неправильно-то? Ладно, мужики, спасибо вам. Не на чем. Приятно было познакомиться. Я сейчас стою на том самом месте, где стоял почти 25 лет назад. И здесь стояла моя бабушка и дедушка. И они провожали меня домой в город, в Кострому. И бабушка тогда сказала мне, ну давай, Максим, наверное, мы больше с тобой не увидимся. Так и произошло. С тех пор я их и не видел больше, не успел увидеть. Поэтому самое дорогое, что у нас есть, это время. Поэтому тратьте время с умом, с пользой, со своими близкими. Ну а деревня, моя родная деревня, вымирает. И ей осталось недолго. И, наверное, я ее больше не увижу. Так же, как не увидел свое время больше бабушку и дедушку. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь. Субтитры сделал DimaTorzok